В современных реалиях, когда смартфоны фатально похожи друг на друга, все производители вынуждены выкручиваться и хоть как-то выделяться. У кого-то это россыпь нужных и ненужных датчиков, у кого-то альтернативные способы управления, а у HTC это аж 13-мегапиксельная фронтальная камера, которая до эпидемии селфи вообще имела все шансы стать чем-то рудиментарным. Вот так компания, которая долго пыталась убедить мир в пользу своих ультрапикселей и ставила во флагманы сомнительные 4-мегапиксельные модули, круто развернулась и мало того, что одарила смартфон сразу двумя приличными, почти равноценными камерами, так еще и двойными вспышками обеспечила, они тут тоже по обе стороны. В большинстве смартфонов вспышки для фронтальной камеры вообще нет, не говоря уж о двойной, как нет и такого многообразия настроек. Судите сами, здесь есть возможность выбрать ту или иную сцену, изменить настройку таймера автозапуска, подстроить экспозицию, баланс белого, а также поэкспериментировать с кучей предустановленных фильтров. Кроме того, если залезть в настройки поглубже, то найдутся и такие опции, как активация автоселфи или голосового селфи, то есть запуска по специальной устной команде. Фото. Ну и наконец, можно попросить смартфон сделать так называемый быстрый макияж. Звучит громко, но по факту сводится к тому, что программно склаживается рельеф кожи, благодаря чему ваше лицо приобретает несколько фарфоровый и, надо сказать, очень неестественный вид. Хотя, если знать меру, то можно добиться вполне неплохого результата. Кроме автопортрета в классическом понимании, можно сделать калаш в стиле снимков из фотобудки, например. Тут нам на выбор предлагается несколько шаблонов. Можно подурачиться в одиночестве или вместе с друзьями. Это может быть весело. Впрочем, для развлечения есть кое-что еще. Благодаря функции Face Fusion или Morphing, можно сделать так, что чье-то лицо, например, Леонардо Ди Каприо, трансформируется в ваше. Для чего это нужно? Попробуйте ответить на этот вопрос сами. Кстати, как фото, так и видеосъемку можно вести одновременно с фронтальной и с основной камер. История сомнительной полезности, конечно. Но кто знает, вдруг вам захочется сделать кадр в стиле «Я и мир вокруг меня». Тут функции пригодятся. Возможно. Во всем, кроме продвинутой фронтальной селфи-камеры, HTC Desire Eye – добротный смартфон. Таких, впрочем, немало. Поликарбонатный, приятный на ощупь корпус может быть двух цветов. Под заглушками, которые открываются без помощи скрепки, скрываются от слоты под наносимку и карточку памяти. Кроме кнопок включения и громкости, появилась кнопка камеры. Для HTC это редкость. С динамиками, правда, перемудрили. И расположили их весьма странно. В углублениях. Так что пыль будет забиваться на ура. Да и место под экраном, где красуется логотип, использовано как-то традиционно нерационально. Показатели экрана хорошие, как и производительность. Петчмарки вообще говорят, что аппарат зверь. Но, несмотря на весь этот набор, вряд ли HTC Desire Eye будет пользоваться ошеломительным спросом. Тем более, по совсем не низкой цене.